В городе появились фальшивые гривны. Неизвестный обменивает их на валюту. Его жертвой стала пенсионерка. Патрульные собираются вернуть ей деньги и найти фальшивомонетчиков. Субтитры создавал DimaTorzok Подожди, подожди. С яблоками Павлову сделай. И это такая же, какая фальшивная. Я что, думаете, просто так здесь буду за фантики стоять? Какая фальшивая? Свои деньги потом докладывать мне надо. Простите, а что произошло? Фальшивка, посмотрите, фальшивка. Ну, видно же, фальшивые деньги. Точно фальшивые, смотри. С виду приличная женщина, такое тут вытворяю. Какие же фальшивые. Бумага не та, на которую деньги печатают. Но краска хорошая. Да, точно. Нерастоящая. Как не стыдно. А есть у вас еще деньги, покажите? Да, я сейчас поменяла. Ну-ка, дай, я посмотрю. Возле супермаркета поменяла. Тетя Оля, вызывайте мне эту. Конечно, подождите, подождите, не успокойтесь. Я там поменяла. Что ж мне теперь делать? Скажите, сколько женщин вам нужно? Давайте, я рассчитаюсь. Что ж делать? Боже мой. Кто-то поменял пенсионерки евро на поддельные гривны, тем самым оставив женщину без средств к существованию на месяц. Попробуем найти тех, кто печатает эти фальшивки. Валентина Семеновна, а где вы меняли деньги? Собиралась обменять в супермаркете возле дома. Там есть обменник. Но к обменнику так и не дошла. Возле охранника стоял парень и предложил мне выгодный коз. Не по 35 гривен, а по 45. Я-то дура старая и повелась. Ну, не корейте себя так. Это ж на целую тысячу больше. Да, на пенсию сейчас не проживешь. Вот сын на западках, Виталий, два года работает. И каждый месяц высылал мне то 50 евро, то 100. Я-то как-то и выкручивалась. А сейчас цены поди, вон, как выросли. Но все деньги, которые поменяла Валентина Семеновна, поддельные. То есть, менял и понимал прекрасно, что дает фальшивые купюры. Ну что, я предлагаю поехать к этому супермаркету, найти этого меняла и пообщаться с ним по душам. Кстати, Валентина Семеновна, вы узнаете человека, который менял вам деньги в лицо? Попробую. Если на рынке появилось много фальшивых денег, значит, где-то есть станок, который их печатает. Интересно, в каких масштабах? Нужно теперь выйти на фальшивомонетчиков, которые обманывают стариков. Менялы, у которого Валентина Семеновна поменяла деньги, возле супермаркета не оказалось. Так вот, этот охранник сейчас был, и с ним общался парень, который деньги меняла. Хорошо. Может, он что-то знает, но с ним общался. Здравствуйте, уважаемый. Добрый день. А интересует нас человечек, который вчера здесь деньги менял? А я откуда знаю? Не знаешь, да? Не знаю. А если мы сейчас пройдем в кабинет твоего начальства и расскажем, как ты прикрываешь здесь людей, которые меняют валюту на фальшивую гривну? В смысле фальшивую? Ну, в смысле? В прямом смысле? Ты что, не знаешь, что такое фальшивые деньги? Фальшивомонетчики? Ты слышал о таких? Блин. Ну, был пацанчик вчера один. Попросился тут поменять, поработать. Потусовался тут пару часиков. Тысячу гривен мне дал. А скажи, ты этой тысяче где-нибудь рассчитывался? Да нет пока. С собой она у тебя? А ну, давай глянем. Блин. Что ж ты, дружище? Аккуратно нужно быть. Скажи мне, пожалуйста, если ты его увидишь, ты можешь перезвонить мне? На тебе, вот здесь мой номер телефона. Набери, если появится. Я думаю, после этих делов он здесь вряд ли появится. Мало ли. Чем черт не шутит. Ну что, пойдемте. Чтобы не терять время, патрульные решили проехать мимо всех супермаркетов в округе. Возле одного из них Валентина Семеновна увидела своего обидчика. Вот он стоит возле пункта обмена. Это он, сто процентов. Вы уверены? Да. Ну что, Надя, настало время настоящей блондинке стать жертвой обмана. Хорошо. Да. Все, пошла. Так, Валентина Семеновна, вы оставайтесь здесь в машине. Да. Девушка, у меня валютка у меня есть? Да, а что? Меня и по выгодному курсу. На 5 рублей больше даю. А вам какая выгода? Ну, сегодня вам выгода, завтра мне выгода. Бежит какая-то нестабильная обстановка на межбанке. Так что, когда выгодный курс предлагают менять, надо не разумывать. Да? Да. Ну ладно, давайте. Отойдем по-моему. Пожалуйста, пересчитайте. Угу. Дружище, ты сейчас идешь быстренько со мной, рассказываешь, где подбрал. Иду, иду, иду. Все, я понял. Встаю, 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 встаю. Ничего не знаю. Почему дам? Откуда у тебя фальшивые деньги? Да не знаю я ничего. Значит, слушай, сюда. Либо ты будешь с нами сотрудничать, либо сейчас поешь в милицию. Узнаешь? Я не хотел. Я вернул. Политина Семеновна, это точно он? Да, он. Рассказывай, откуда ты брал фальшивые древние? Купил в Василькове. Сами знаете, какие времена настали. У кого в Василькове покупал? Да не знаю этих ребят. Кореш по бизнесу. Сказал, что типа пацаны открыли типографию, меняют по выгодному курсу. Один к пяти. Ну и от сотку тысяч купил себе. Ментам только не сдавайте. Есть координаты этих дилеров твоих? У меня есть номер телефона. Набирай договариваться. Скажи, есть Серега, нормальный человек, приедет, двадцатку купит. Хорошо. Алло, привет. Слушай, здесь клиента хорошего нашел. Угу. Да, двадцатку хочешь купить. Да, хорошо. Да, да. Угу. Передам. Значит, завтра в Василькове. На улице авиаторов в час дня. А где евро Валентина Семеновна и мои сто долларов? А, да. Возьмите. Спасибо, Наденька. Спасибо, ребята. Большое спасибо вам. Извините еще. Меняла мелкая сошка. Он, конечно, заслуживает наказание. Но в этой истории нас интересуют другие люди. Так. Все деньги я сдам на экспертизу. Посмотрим, как их изготовили. Леха, послушай. Я думаю, вряд ли эти дилеры просто так сдадут типографию. Серега, надо с ними встретиться. Ну и последить, куда они вас приведут. А я пообщаюсь с человеком, с Васильковым, который занимается всеми этими финансовыми проблемами, махинациями. Ну, если выйдем на дилеров, сдадим их в милицию. Серега, а чем ты будешь с дилерами рассчитываться? Ну, правильно было бы рассчитаться их деньгами. Но я думаю, что они могут их заметить. Поэтому Алексей нам даст на карманные расходы. Да, Леша? Угу. Финансовыми махинациями, как правило, занимается милиция. И мы обязательно передадим им это дело, как только нам будет кого передавать. Серый, деньги мечены, тут 4 тысячи. Угу. Если ребята возьмут с этими деньгами, это будет нашим доказательством. Патрульные едут в Васильков, чтобы остановить печатный станок, который штампует фальшивки. Возле кафе стоит парень. Возможно, он и есть дилер, с которым у Сергея назначена встреча. Ну что, Надя? Час дня. Может быть, это наш дилер? Может быть. Слушай, сиди здесь, не высовывайся. Я пошел. Хорошо, поняла. Здорово. Здорово. Я Серега. Как вы, Серега? Что, не звонили тебе? Может, и звонили. Да. Ну, я по поводу двадцатки. Пачка классная. Да, не жалуюсь. Ну, пошли. Пошли. Это Серега. Здорово. Здорово. Здесь двадцать. С тебя четыре, как договаривались. На, перебей. Ну, ты ж понимаешь, мы тебя не знаем, ты нас. Угу. Это ясно. Парни, ну, сейчас это скину, мне понадобится еще партия. Не раньше, чем через неделю. Раньше никак. Вообще, даже меньше суммы. Нет. Вообще. Понятно. Ну, хорошо. Пока. Давай. Пока. Серега, давай последим за ними. Ну, смысл за ними следить? Ну, узнаем что-нибудь. Да, ну, что ты сейчас узнаешь? Леха звонит. Да, Леха. Посмотри, похоже, что фальшивки печатали на обычной бумаге. Но сделаны очень профессионально. Думаю, их делали на старых типографских станках. Ребят, слушайте, я тут загуглила, в этом городе нашла старую типографию. Они раньше книги печатали. А сейчас поменяли профиль, ну, печатают разную рекламу, визитки. Так вот, я предлагаю заехать к ним и заказать какую-нибудь полиграфию. Правильно, Надь, давай попробуем. Ну, давай, поедем. Ну, что, идем, представим себя какими-нибудь заказчиками, да узнаем все, что тут происходит вообще. О, смотри, он женщина, давай с ней поговорим. Давай. Здравствуйте. 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 Скажите, а с кем можно поговорить по поводу полиграфии? Со мной. Меня зовут Анастасия, я менеджер. Я вас слушаю. Я Сережа, это Надя. Очень приятно. Мы организовываем автомобильную выставку скоро. И хотели бы поговорить на предмет проспектов. Как можно быстро их изготовить? И хотели бы, может быть, в дальнейшем с вами сотрудничать? Изготовить можем буквально в течение двух часов. Из-за кризиса работы очень мало, даже пришлось многих сотрудников сократить. Так что у нас остались только лучшие, только проверенные ребята. Все сделаем наилучшим образом, все будет очень качественно и быстро. Отлично. А можно посмотреть еще ваши типографии? Да, конечно, пройдемте. Покажете? Да, с удовольствием. Пойдемте. Спасибо. Пойдемте. Спасибо. Смотрите, типография наша, конечно, знала лучшие времена. Половина оборудования, к сожалению, подрастаивают. Ввели новое, чтобы хоть как-то выше спечатаем. Открытки, флайера. Ну, все, что вот по нынешней современной типографии. Здорово. А вот, кстати, Петрович, Петрович, возьми у клиента, пожалуйста, заказ. Здравствуйте. Добрый день. Обговорите с ним дизайн, бумагу, все, что вас интересует. Если устроит, подойдете ко мне. Все, я вас оставляю, до встречи и вам. Спасибо. Кипан Петрович. Серега, очень приятно. Очень приятно. Кипан Петрович. Надежда. Вот это производство, вот это уровень. Класс. Это еще от Союза осталось. Да на таких станках только деньги печатать. Кстати, на них деньги можно печатать? Ребята, вы определитесь. Или буклеты, или деньги. Да нет, ну, пару миллионов не мешало бы. Скажи. Не, ну, а если серьезно, на них можно деньги печатать? Можно. Если осторожно. Ребята, вы определитесь с вашими буклетами. Давайте сделаем так. Мы посоветуемся с нашим дизайнером и завтра к вам подъедем. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Почему-то у меня сложилось впечатление, что Петрович что-то знает. Он сторожила в этой типографии. Я думаю, что он может нас вывести на настоящих преступников. И стоит подождать его и пообщаться с ним без свидетелей. А вон, смотри, Петрович идет. О, ну что, пойдем поговорим. Идем. Степан Петрович! Степан Петрович, буквально две минуты вашего времени, если вы позволите. Вот только что, вот там, при разговоре с вами, вы сказали как-то неоднозначно по поводу «можно печатать, можно, но осторожно». В общем, у нас есть сведения, что на вашей типографии печатают фальшивые деньги. Вы не из милиции, ребята? Не из милиции, не переживайте, все нормально. Я не знаю, что на этой типографии по ночам творится. Здесь повязаны все. И мэр, и директор типографии. Я не хочу быть здесь, остаться крайней. Я на пенсии, надо жить спокойно. Я ни о чем не говорил. Извините меня. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, уже что-то. Слушай, набирай Леху. Алло, Леш, значит, смотри, мы тут узнали, что на этой типографии печатают фальшивые деньги. У нас есть свидетель. Ну, правда, он не хочет давать показания, наверное, чего-то боится. Ну, в общем, в любом случае, мы с Серегой останемся на ночь и будем следить. Слушай, я связался с милицией города. Они знают про фальшивые деньги, но еще не вышли на подозреваемых. Я им сейчас позвоню, они к вам подъедут. Ну, а там на месте разберетесь, сразу мне звоните. Да. Ну что? Ну все. Мы уцели? Да. Погнали. Идем. Город заполонили фальшивые гривны. Их пускают в оборот барыги, обменивая на валюту по выгодному курсу. Жертвой мошенников стала пенсионерка. Она опознала преступника. Миняло признался, что покупал фальшивки в Василькове. Патрульные отправляются туда и выходят на оптовых продавцов фальшивок. Однако слежка за ними ничего не дает. К этому времени экспертиза показала, что банкноты печатали на типографских станках. Патрульные едут в местную типографию, где узнают от сторожила, что по ночам там кто-то запускает станки. Патрульные устроили засаду возле типографии. Они собираются дежурить здесь, пока не задержат подозреваемых. Вскоре к ним присоединилась милиция. Привет. Здорово. Привет. Ну что, готовы к работе? Будем дежурить, пока не возьмем. Что там с вашим свидетелем? Да ну что свидетелем? Пока боится всего, но я думаю, пойдет по программе защиты свидетелей, да все расскажет. И про дела темные директора типографии. Разберемся. Ну что тогда по машинам? Да, давайте. Погнали. Патрульные ждут. В стенах типографии не происходит ничего подозрительного. Прошло полтора часа. Серега, смотри, какие-то парни заходят. Парни, какие-то трое зашли. Наши действия. Давай немного подождем. Принял. Внимание, приготовились. Работаем. Плюс. Ребята, ну в чем дело? На срочный заказ. Что, мы ничего не делали? Что вы хотите, ребят? Да, ситуация, конечно, неудобная получилась. Ну, мы тоже можем ошибаться. Спасибо, что подъехали, извините. Погнали. Что ж этот дед наплел нам, что тут что-то темное ночью проходит, я не могу понять. Вы о Петровиче спрашиваете? Да, Петровиче. Да он сам не без греха. Все знают, что он краску отсюда носит. И станки старые, частями на металлолом. А где живет, Петрович? В частном секторе на окраине. Дом 45, улица Лесная. Погнали. Спасибо. Спасибо. Ого, Серега, посмотри, что тут происходит. Сейчас посмотрим, что тут происходит. Что-то горит. А что произошло? Где этот сарай подпалил? Что, просто взял и подпалил? Да, соседка видела загородок, когда он выходил и поджигал. Понятно. А ну, иди посмотрим. Ого! Ой-ой-ой! Да, вот и доказательство. Эх, Петрович, Петрович, ну что ж вы натворили-то? Вы знаете, что сейчас вам не отвертеться уже. А что вы думали? На 900 гривен можно прожить? Да я 30 лет проработал в типографии. С женой, которой вместе получаем 3000 пенсий, можно прожить? А детей в Киеве? Поднимать надо, кормить надо. Если наш банк может включить станки. А я что, не могу? Ну, уважаемый, мы вас прекрасно понимаем. Ну, сами подумайте. В Киеве из-за ваших фальшивых денег бабушка без копейки осталась. И не одна она. Вы понимаете это? Да, я понимаю. Жалко мне бабушек. Петрович, ну вы же понимаете, что вы совершили преступление. И теперь вам придется нанести им наказание. Петрович сам пошел в милицию с повинной. Он пытался бороться социальной несправедливостью. Его можно понять. Только метод, который он выбрал, навредил очень многим людям и был незаконным. Он нам признался, что успел напечатать 500 тысяч гривен. Ого. Смотри, нормально дед здесь устроился. Какой ужас. Смотри, вот станок. И он печатал. Слушай, ну все. Мы свое дело сделали. Теперь дальше пусть эксперты разбираются. Степан Василенко полгода собирал свой станок по частям из запчастей, которые по одной выносила из типографии. Он находится под следствием. Милиция также арестовала дилера, в котором Василенко сбывал фальшивые гривны. Игорь Макаренко и Роман Степанчук были соседями Степана Петровича. Милиция изъяла у них фальшивые и настоящие банкноты. Они ожидают суда. 15-летняя Марьяна пыталась покончить с собой. Ее мать просит патрульных выяснить, что или кто заставил ее дочь наглотаться таблеток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, может, обманывает, конечно, или успокаивает. Но пока дочка без сознания. Ирина, я предлагаю поехать к нам в офис и там спокойно все обсудить, хорошо? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас трое детей. Марьяна старшая дочка. Я всегда с малышами, а... Игорь с Марьяной. У них очень много общего. Они оба увлекаются компьютерами. Игорь программист, а Марьяна всегда берет с него пример. А если вернуться к записке? Вот чем таким дочь могла опозорить семью? Да ничем. У нее просто идеальная... Поведи. Она не курит, не пьет, не употребляет наркотиков. Но ведь все-таки что-то случилось. Определенно, только я не понимаю, что. Так хорошо. Денис, ты езжай с Ириной домой. Покопаешься в компьютере Марьяны. Ну, может, найдет что-то интересное. С кем общалась, что читала, а чем интересовалась. А ты, Вадим, езжай в школу. Пообщаешься. Может, кто-то что-то слышал. Хорошо. Только я вас очень прошу. Ни слова, о случившемся. Я просто сказала, что она просто приболела. Обещаю, никто ничего не узнает. Это, конечно, нам усложняет задачу. Но я понимаю Ирину. Если причина нервного срыва Марьяны в ее школьном окружении, то лучше, чтобы они ничего не знали. Заходите, пожалуйста. Денису нужен доступ к компьютеру Марьяны. Ответ на вопрос, почему девушка наглоталась таблеток, может скрываться там. Это все ваше? Да. Мой муж увлекается историей своего рода. Они с Марьяной знают о нашей фамилии и все. Призвища Сас. Да, это очень древняя фамилия. Вот, пожалуйста, смотрите. Игорь нашел предков до 15 века. Сейчас подали документы на оформление родословной. А где комната Марьяны? Мне бы компьютер подивитесь. А вот там, прямо по коридору. Давайте я провожу вас. Так, давайте подивимся. Вот комната моей дочери. Вот компьютер. Угу. Пожалуйста, смотрите. Так, зараз глянем. А это у Марьяны один компьютер? Может, она еще чем используется? Там планшет. Да нет, у меня только телефон и вот компьютер. А что, что-то случилось? На компьютере нуль инфы. Может, сломалось что-то? Я просто не сильна в компьютерах. Знаете, вот можно позвонить Игоре. Он в командировке, но завтра возвращается. Может, он скажет что-то. А этим компьютером взагаля еще кто-то користуется? Нет, у нас у каждого свой компьютер. Да, Денис, слушаю. Леша, смотри. Я с тобой сгоден. Давай, приезжай тогда в офис и поищем информацию на этого Игоря. Вадим. Ну что? Разберемся. Завтра еще приедет Игорь, и с ним поспелкуемся. По большому-то счету, Вадим Викторович, я не могу сказать, что этот класс отличается чем-то от других. Вадим пришел в школу, где учится Марианна. Возможно, одноклассники помогут разобраться с загадочным текстом ее предсмертной записки. О каком позоре могла идти речь? Встали, сели. Представляю вам Вадима Викторовича, который хочет поговорить с вами о очень серьезных вещах. Здравствуйте еще раз, ребята. Все вы хотите свалить со школы, я это знаю. Но есть действительно очень важные вещи, о которых нужно поговорить. Все вы пользуетесь соцсетями. Еще как пользуемся. И это правильно. Только делать это нужно очень осторожно. Никогда не выкладывайте в открытый доступ свою личную информацию. Адреса, номера телефонов, имена родителей. Все это может сыграть против вас. А так не получится. Мы же в 21 веке живем. У нас даже класс есть виртуальный, так что без фамилии никак. У вас есть виртуальный 9-й, да? Да. Они выкладывают там домашние задания. Графики дежурств, да. Круто. Только этот класс без Марианны Сасс. Да что ж такое, тихо. И что так? А она не сидит в соцсетях. Она книжки читает. Текнутая. Руслан. Ну что, пусть она уже определится, графиня она или княжна. Тихо! Вадим понял, что Марианну не любили в классе. Но с одной из одноклассниц, которая реагировала на шутки о ней иначе, чем остальные, он решил поговорить. Я прошу прощения. Я хотел бы с вами поговорить. Прощен. А Марианне, я заметил, что когда Руслан смеялся над ней, вам было неприятно. А вам бы было приятно, как бы над вашей подругой так смеялись. А вы дружите? Так. Крім меня, с ней больше никто не спілкуется. А почему? Ну, Марианна из дворянского рода, ее вважают высокомирной, возможно, зазреть ей. Ранее как-то легче было, а вот последние пів года над Марианной начали просто знущаться. А как знущаются? По-разному. То смитя ей в сумки кинуть, штовхают, в ежу что-то подсыпают. Под книжки ставлять. Ну, а она? А вона терпить. Почему? Ну, в Марианне были відомі предки, и вона хоче бути такой же, як і вона. Бути мужньою, сильньою. Ясно. А скажите, пожалуйста, в последнее время вы не заметили ничего необычного в ее поведении? Не, до медогляду було все, як завжди. А вот після медогляду Маріанна перестала ходити до школи. А когда был медицинский осмотр? Тиждень тому. Ага. Спасибо большое. Всего хорошего. У нас появилось две зацепки. По своему опыту знаю, что сверстники могут затравить так, что и жить не захочется. А с другой стороны, Маріанна не ходит в школу после медосмотра. Это может быть неспроста. Маріанна изменилась после медосмотра. Задача патрульных – выяснить, что произошло в поликлинике. Добрый день. Я школьный психолог. Могу я с вами поговорить? Конечно, присаживайтесь. А что-то случилось? Нет, но есть нюансы. Скажите, а что вы можете сказать о медосмотре в девятом Д? В девятом Д? Все нормально. Все детки здоровы. Все хорошо. Иваненко и Кирилла вот только пришлось отправить. В кардиологу. А так все нормально, все здоровы. В кардиологу. А так все хорошо. Хорошо. А что вы скажете о Маріанне Сас? Маріанна Сас? Замечательная девочка. Я ее знаю очень давно. Мы когда-то с ее родителями до их свадьбы жили в одном доме. А потом они переехали. Она меня встретила, не узнала. Но я ее помню. Она маленькая была совсем. Она что, родилась до свадьбы родителей? Да, до свадьбы родители. А что-то случилось? А вы говорили ей об этом на медосмотре? Нет, не говорила. Вообще, я зря вам сказала. Извините, если вас что-то интересует по этому поводу, пожалуйста, будьте любезны с ее родителями. Они вам все объясняют. А я не могу на эту тему говорить. До свидания. У меня работа очень много. Хорошо, спасибо. До свидания. Да, всего доброго. Возможно, они просто поженились после рождения дочери. А может быть, что Марьянна и не дочь своего отца. Надо бы поговорить с ее матерью и желательно наедине. Кто там? Это Юля. Здравствуйте, Юлечка. Ирина, нам нужно с вами серьезно поговорить. Заходите, конечно. В зал заходите, пожалуйста. Скажите, это правда, что Марьянна родилась до того, как вы с Игорем поженились? Откуда вы знаете? Сейчас-то не важно. Скажите, а отец Марьянны – это Игорь? Нет, это другой человек. Ну, просто он умер после рождения ребенка. И Марьяна, конечно же, не знала об этом. Конечно же, нет. Игорь всегда ее воспитывал как родную. Да она и есть родная. Только вот это вот увлечение, фамилийно-родословный, стало большой проблемой. Ну вот как теперь дочери рассказать, что она не САС? Это ведь может разбить ей жизнь. На сайте Геральдического общества Денис узнал о семье САС кое-что интересное. Если верить сайтам всех этих геральдичных спилок и шляхетных собраний, Игорь САС подтвердил оформление его родословной. В списке, значит, имя двух его детей. Но Марьянны в списке родословной нет. Это потому, что САС не родной отец Марьянны. Это тебе Ирина сказала? Да. А вот самой Марьянне могла проболтаться об этой медсестре в школе, которая делала медосмотр, они раньше были соседями. Именно это могло быть причиной попытки самоубийства Марьянны. Она же была просто фанаткой фамилии САС. А кто же тогда стер всю информацию с компьютера? Алло, Ирина? Здравствуйте. Это Алексей. Расскажите, пожалуйста, Игорь вернулся с командировки? Угу. Мы бы хотели, чтобы он приехал к нам. Нужно поговорить. Да. Все, ждем. Пока все ниточки ведут к компьютеру Марьянны. Если оттуда удалили информацию, значит, ответ был там. Игорь программист и имел доступ к этому компьютеру. Наверняка знал о какой-то переписке, потому и не хотел ничего оглашать. Через пару часов Игорь уже был на базе. Ребята, обсуждать вопрос, что Марьяна не моя дочка, я не буду. И вообще зря вам все это жена рассказала. Я растил ее с грудного возраста. Она носит мою фамилию, она моя дочка. Ну, это все понятно. Но как вы ей объяснили, что ее не вписали в родословную? Да никак. Она не знает, что еще родословную получила. Я ей сказал, что дело еще не решилось. Ну, она же могла получить электронное письмо. Могла, именно поэтому я и вывел из строя ее компьютер. Поменял пароль на почте, на скайпе. Дочке сказала, что суперсовременный вирус, да и все. Не очень умно. Не было у меня времени подумать, я в командировку уезжал. Там уже решил, что приеду, все расскажу. Ну да, а когда вернулись, она уже все узнала. Игорь, скажите, а можно ли вы посмотреть какие-то остальные интернет-контакты Марьяны? Да, пароль у меня есть. Так, скайп. Вот, смотрите. Так, смотрите, у скайпе есть тайный час, писав якийсь гангстер 749. Гангстер. Ага. Какая красивая фамилия, жаль, что она не твоя. Ник, понял, можно мне? Ты простушка одна из миллионов. Важно, что к знатому дворянскому роду САС ты не имеешь ни малейшего отношения. Понял, кто это? Откуда он это знает? Почему он это пишет? Так, можем узнать по IP-адресу, откуда прислали письмо? Так, так, сейчас у меня тут есть программа. Сейчас. Поведомление пришло с прорезной 59. Так это же наша школа. 15-летняя Марьяна наглоталась таблеток. Ее мать просит патрульных узнать, кто довел ее дочь до попытки самоубийства. Возможно, ответ находится в компьютере девочки. Кто-то мог угрожать или издеваться над ней в соцсетях. Но с компьютера стерта вся информация. Ее отец находит переписку, в которой неизвестный сообщает, что она не родная дочь своему отцу. Патрульные выясняют, что до того, как совершить попытку суицида, Марьяна была на медосмотре, где встретила врача, который знал ее семью. Патрульные решают познакомиться с учителем информатики. По датам и времени отправленных сообщений можно понять, какой класс занимался по расписанию в это время. Витя, это ты, что ли? Игорек! Представляешь, сколько лет! Блин, красавчик, 17 лет! Это Витя, мой одногруппник. Здравствуйте, Виктор. Так что, ты здесь работаешь, что ли, получается? Да, присаживайся. Я тут информатика преподаю. Хочешь прикол? Ну. У нас в 9 классе учится девочка. Твоя однофамилица Сас, а ты говорил, что фамилия редкая. Никакая не однофамилица, это моя дочка и есть. Подожди, мы когда учились в институте, ты даже не был женат. Я что-то не знаю его? Я удочерил девочку, да. Блин, ну ты красавчик. А я сыну сказал, что не дочь. Так это сын все рассказал. Так а что ты ему наговорил? Чего ты так нервничаешь? Что-то важное. Да, важное. Ну, я сказал, что тоже учился с одним Сасом, который был тоже увлечен своей фамилией. Ну, а он сказал, значит, это его дочь. Я сказал, что вряд ли, потому что у моего Саса 15 лет назад не было детей. И это просто совпадение. А где сейчас ваш сын? Дома болеет. Позвоните ему, спросите, говорил он об этом кому-то или нет. Ну, хорошо. Что-то случилось? Случилось, случилось, Вить, звони. Не берет трубку. Им вообще эти телефоны не нужны. Все общения в интернете. Ну, и я могу в скайпе ему написать. Хорошо, давайте, пишите. Вот так. Гангстер 749. Что вы сказали? Гангстер 749. Это ник моего сына. Стоп, 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 стоп. Не пишите ничего. Нам нужно срочно встретиться с вашим сыном. Что-то случилось? Вы, может, объясните мне? По дороге объясним. Сынок, с тобой хотят поговорить. Ну что? Думал, мы тебя не вычистим, да? Да папа Марьяны Сас, она в больнице сейчас. Рассказывает все, как есть. Ничего я не делал Марьяне. Я писал ей от нечего делать. Я просто шутил. Шутил? Мужики, давайте успокоимся и поговорим нормально. Говори. А что с ней сейчас? Руслан признался, он был влюблен в Марьяну, считал ее высокомерной и таким образом хотел спустить ее с небес на землю. В это время Игорю позвонили из больницы и сказали, что Марьяна пришла в себя. Попрости меня, пожалуйста. Да это ты меня прости. Заморочил тебе голову с этими геральдическими гербами. Будь они неладны. Вся эта геральдик, это такая ерунда, если честно. Ты самая главная для меня. Правда, самая главная? Ну, конечно, ну, маленькая, конечно. Привет, Марьян. Привет. Извини меня, пожалуйста. Я не знал, что ты все так воспримешь. Я просто хотел пошутить. Прости меня, ладно? Ну, иди уже, шутник. Все будет хорошо. Все будет хорошо, ты поправишься. Ну, хорошо, что все-все поняли. Ну, ты отца не оправдывай. Это молодежь понять можно. Им бы только подкалывают друг друга. А он взрослый мужик, а все в бирюльке играет. Слушай, я считаю, что все-таки ты не прав. Он, как отец, хотел найти всех своих родственников. Дело, это дерево генерал-рогическое. А дочка тоже у всех этим увлеклась. Какое дерево? Главное, семья, а не дерево. Иногда взрослые очень увлекаются своими проблемами и заботами. И забывают о том, что дети тоже хотят любви и заботы. Игорь очень был увлечен своим прошлым и поставил на кон жизнь дочери. Ну, а детская, а не обдуманная жестокость чуть не стоила жизни Марианне. После выписки Марианы из больницы родители решили перевезти дочь в другую школу. Игорь перестал интересоваться предками и стал больше времени уделять детям. Субтитры создавал DimaTorzok